Родимый дом Сегодня, накануне государственного праздника Дня России, мы пригласили в этот исторический зал Центрального академического театра Российской Армии людей, которые посвятили свою жизнь беззаветному служению обеспечения. Безопасности нашего Отечества. Сегодня здесь, как всегда, бок о бок, ветераны российской разведки и контрразведки. Представители ведомств, чьи славные традиции овеяны подвигами и славой. Мы приглашаем на сцену заместителя притягателя Совета ветеранов Департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности России, генерал-майора в отставке Ефима Гордеевича Кучелаева. Дорогие друзья, мы приветствуем ваших зрителям всех в этом сегодняшнем зале Театра Российской Армии. Сегодня вы увидите спектакль, который вот в этой теме и так и звучит. Ветераны военной контрразведки и ветераны службы внешней разведки превошли вас на спектакль, который так и называется. История разведки, история страны и ядерный щит России. Я думаю, что это очень важная тема. Много нам о ней говорить не приходилось еще раньше, потому что не прошло еще, так сказать, 70-80 лет. Но сегодня мы можем кое-какие вопросы уже осветить. О втором отделении хотели бы увидеть и услышать выступление ансамбля «Песни и пляски» имени Локтева. Я думаю, что мы правильно сделаем, если познакомимся даже с искусством нашей молодежи, ансамблем, который я упомянул. Я думаю, что сегодня среди нас много ветеранов, заслуживающих внимания. И по линии разведки, и по линии контрразведки, и по линии военной разведки. Потому что все мы на каком-то этапе жизненной служебной деятельности занимались именно проблемой, которые сегодня мы рассказываем вам. Я думаю, что некоторые фамилии, которые я могу назвать, они безусловно для нас, для всех военных особенно, тех, кто проходили эту службу, не только, скажем, в стенах упомянутых города-героя и театра Советско-Российской армии, но и по многим горячим точкам, почти все наши ребята, я имею в виду, военные контрразведчики. Мы всегда с армией. Где армия, там и мы. Вот и сегодня, в это необычное тяжелое время, как вы знаете, у наших соседей есть ситуации, и как молодежь у нас говорит, значит, на сегодняшний день есть некоторые нюансы, о которых мы сегодня не будем говорить, потому что у нас праздничный день. Я думаю, что мы вспомним только тех, кто действительно, значит, известен нам по линии, значит, которая, значит, и уже в средствах массовой информации освещались. Я думаю, что многие слышали из вас, наших атомных разведчиков, так? Мы их сегодня можем сказать. К сожалению, никого из них уже сегодня нет с нами, но такие фамилии, как Владимир Барковский, это внешние разведки, это Жорж Коваль, это Леонид Васников, это Александр Феплисов, Анатолий Яцков и многие-многие другие, которых я сегодня не называю. Но и товарищи и военной разведки, или как мы раньше ее называли, гуру генерального штаба, у нас сегодня есть представители в этом зале, которые тоже проявили мастерство, героизм, мужество, и сегодня присутствует среди нас. Я их не называю, потому что, значит, скажу, чего одного или двух только назвал, а их у нас сегодня здесь очень много. Вот, значит, шестой ряд, это все ребята, которые прошли горячие точки, побывали не только, значит, на Ближнем, Среднем Востоке, побывали во многих-многих-многих точках. Все мы побывали на всех этих событиях. Афган, это мы, значит, Северный Кавказ, это мы, это нынешняя Сирия, это тоже мы, ну и наши соседи Украины, это тоже мы. Я думаю, что сегодня мы многие фамилию узнаем еще в нашем концерте. Ребята вот готовят, вот смотрю, вот много у меня там написано фамилий. Если что-то забудешь, скажешь мне, ладно. А я всех поприветствую и поздравляю с этим наступающим, во-первых, праздником, у нас 12 числа, День Республики, России. Всем вам пожелаю всего хорошего, прежде всего, конечно, больше радости, хорошего настроения, по возможности, опять же, не хворать, потому что я смотрю, тут ветеранов наших много, и среди мужского населения, и там тоже. И всего хорошего, человеческого счастья всем. Большое вам привет. Дню России посвящается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пусть мы вдали от Родины своей, Но каждый миг отчизнув, вспоминая, Живем, чтоб мир не ведал черных дней, Чтоб краше расцвела страна родная. Служба внешней разведки, Ее столетняя судьба, Жизнь людей этой сложной и благородной профессии Неразрывно связаны со слабыми страницами истории нашего Отечества. Сегодня мы открываем одну из самых важных страниц Ее истории. Важную для всего человечества. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорит Москва. 8 мая 1945 года В Берлине представителями Германского Верховного Командования Подписан акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил. Великая Отечественная война. Победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Весна 45-го года Как ждал тебя Синий Дунай Народом Европы свободу Принял жаркий солнечный май На площади Вены спасенной Собрался народ старый план Касторы из раненых битва Германии вальс русский Играл наш солдат Памнет Вена Памнет Альфы и Дунай Памнет цветущий и поющий яркий бой Вик приветствия в русском пальце С глазуна Памнет сердце не забудет никогда Легко, вдохновенно и смело Солдатский вальс этот звучал И бегом кружилась и пела Как будто сам штрафу сыграл А в память с улыбкой счастливой Гармонь своей в сердце прижал Как будто он ложки и видел разливый Как будто рассеял огня А в память с улыбкой счастливой Время святой и прекрасной Плывась в полокрюзльым огня Случало то нежно, то страстно И всех обменяла весна Ты с нас, Господь, этого года Так долго, кто на тебя ждал Как с ручки на площади беды, свободный солдат на тормозе играл. Как нет веток, помнят альпы и туман, Тай трепущий и поющий ярмарь, Их приветствует просто пасть из моего солдата. Как нет сердца не забудет никогда, Как нет веток, помнят альпы и туман, Тай трепущий и поющий ярмарь, Их приветствует просто пасть из моего солдата. Как нет сердца не забудет никогда, Как нет веток, помнят альпы и туман, Как нет веток, помнят альпы и туман, Их приветствует просто пасть из моего солдата. Как нет сердца не забудет никогда, Победная весна 1945-го. Над разгромным логомом фашистов длился советский кумачевый флаг. 9 мая орудийные залпы праздничного салюта в Москве известили о том, что самая жестокая и кровопролитная война закончилась нашей победой. Как долго наша страна ждала эти счастливые мгновения. Сколько было пролито слез за четыре военных года. Сколько погибших людей, разрушенных судеб. Утраченных надежд. Сколько не сложилось семей. Сколько не родилось детей на нашей земле. Все! Теперь мир. На всю жизнь. На долгие годы. На века. 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 КОНЕЦ С 1 августа 1945-го американский бомбардировщик Б-29 сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу «Литл Бой». Взрыватель боеприпаса работал спустя 43 секунды у моста «Ой», рядом с детским госпиталем «Сима». В первый день атомной бомбардировки города Хиросима в ядерном огне заживо сгорело 90 тысяч японских женщин, мужчин, стариков и детей. Три дня спустя, 9 августа 1945-го года, атомная бомба «Фэтмен» была сброшена на город Нагасаки. В результате взрыва мгновенно погибло 60 тысяч человек. Эти люди стали пеплом. Это был пепел из человеческих надежд, из детского смеха, из первых поцелуев. Мир вздрогнул, как смертельно раненое существо. Все оборвалось в один миг. К концу 1945-го года общее число погибших от онкологических заболеваний и лучевой болезни составило 160 тысяч человек в Хиросиме и 80 тысяч человек в Нагасаке. Хибакуси Так по-японски называются жертвы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Самой известной из них стала девочка Садака Сасаки. На момент бомбардировки ей было всего два года. Взрывной волной ее вынесло через окно, и девочка осталась жива. А через 10 лет она умерла от лучевой болезни. По древней японской традиции тот, кто служит тысячу бумажных журавликов, сможет загадать желание, которое обязательно исполнится. Она хотела жить и, лежа в больнице, смастерила 1300 бумажных журавликов. Но ядерная смерть забрала ее. Сегодня в городе Хиросима в парке мира находится монумент. На нем по-японски написано Это наш крик. Это наша молитва. Ради установления мира во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ученые осознали, что создали Орудие убийства для всего человечества Но было уже поздно Следующими целями американской бомбардировки Должны были стать города нашей Родины В августе того же 1945 года В штабе министра обороны США Дуайт Эйзенхаура Продолжалась работа над планом Тоталити После него должен был последовать План Сизл Затем Дропшот Уничтожением подлежали Москва, Ленинград, Свердловск, Киев, Минск Всего свыше 20 объектов А что же мы? Страна-победитель! Готовы мы были дать отпор Предательским намерениям союзников Вернемся в июле 1945 В тихом немецком городке Подздаме 17 июля по 2 августа 1945 За несколько дней до атомного кошмара Хиросима Состоялась конференция Призвана решить судьбу послевоенного мира На ней собрались лидеры большой тройки Буинстон Черчилд, Гарри Крумман и Осип Старин Как приятно взглянуть в мирное небо Европы И знать, что кошмары войны никогда не повторятся А дети будут плакать исключительно из-за сурового наказания учителя Или вы, Гарри, по-другому видите образование будущего нашей планеты А вы, Уинстон, все-таки предпочитаете розги Как в старой доброй Англии Джозеф, вы же знаете, я консерватор А я считаю, что мы на пороге создания не просто розгар А самой настоящей тубины Которой можно будет наказать не просто одного, а ботуса А целую школу Или даже в городе Интересно было бы мне знать, о чем вы говорите Но мне надо отойти Для этого и придуманный перерыв Ставлю свою бабочку, Уинстон, против вашего галстука Что нас, дорогой Джозеф Даже не догадался, на что я намекал Ну, да и откуда ему знать, что мы обладаем не просто орудием устрашения и воспитания А целой ядерной дубиной, которая родилась ну вот-вот пару дней назад Я поздравляю и себя, и тебя, Гарри О том, что американцы испытали свою первую плутоневую бомбу за несколько часов до Поздановской конференции Сталин прекрасно знал Регулярные доклады разведки помогали правительству СССР следить за Манхэттенским проектом Именно так он назывался в США Да Сталин был вынужден покинуть Трумана и Черчилля Чтобы ни единым жестом не дать им понять, что не хуже них разбирается в проблемах атомной бомбы С клеммом Made in USA Хитрый и опытный политик боялся случайно подставить советских разведчиков Работу которых высоко ценил Специфика этой работы такова Что мы до сих пор не можем назвать имена некоторых разведчиков Чей вклад в получение информации и материалов по проблематике ядерных устремлений США и Великобритании Трудно переоценить Но рассказывать об их деятельности на грани смертельного риска, об их ежедневном подвиге мы можем и должны Итак, обратимся к истории Перед Второй мировой войной некоторым ученым-физикам стало понятно Что на основе цепной реакции деления изотопов урана можно создать новое оружие Оружие невероятной разрушительной силы Атомную бомбу Исследования развернулись сразу в нескольких странах В том числе в гитлеровской Германии Перед началом войны многие ученые покинули Европу Медленно, но неотвратимо центр исследований перемещался в США А что происходило у нас? До 1941 года советские ученые занимались теорией строения атомного ядра Цепной реакцией Но без выхода на тему ядерного оружия Первыми забили тревогу советские разведчики Они заметили, что в научных журналах Германии, Великобритании и США Прекратились публикации по физике ядра Появились разведывательные донесения об ускорении в этих странах Секретных разработок по атомной энергии Грянула война В сентябре 1941 года враг стоял у стен Кремля Какое мифическое оружие, какой атом Об этой теме внятно могли рассуждать лишь единицы Но наша разведка уже тогда сделала эту тему приоритетной Первым документом, который попал в руки советского резидента в Лондоне Был доклад Уранового комитета Великобритании И датирован он был 25 сентября 1941 года Вот эпизод, воссозданный по воспоминаниям легендарного разведчика-атомщика Героя России Владимира Борисовича Барковского Это его первое общение с источником по ядерной проблематике Вскоре Леонид Квасников прислал в лондонскую резидентуру телеграмму С распоряжением продолжать разработку главную тему И Владимир Барковский получил новое задание Установить контакт с источником Это был его первый источник Физик, сам вызвавшийся сотрудничать с советской разведкой Имя этого человека до сих пор засекречено Пройдет, может быть, еще сто лет, прежде чем российская разведка Сделают информацию о нем открытой Добрый день Это вам нужен репетитор для вашей дочери? Нет, вы ошиблись У меня нет дочери Я сам хотел бы заниматься с репетитором Как вас зовут? Можете называть меня Дэн? Очень приятно Вы выглядите вполне по-английски Можно подумать, что вы клерк или страховой агент Это хорошо В нашем деле лучше не бросаться в глаза В нашем деле вы будете встречаться только со мной Когда вы шли сюда, вы проверялись? Да Ну, вы проверяли, нет ли за вами слежки? Слежки быть не может Это же наша первая встреча Понимаете, вы занимаетесь секретными исследованиями За вами могут следить просто для проверки Для профилактики Ну, я не подумал об этом, извините Но я ничего такого не заметил Ну, так просто это и не заметишь Я научу вас простейшим правилам конспирации Нужно проверяться Смотрите Подражение в витрине раз в какое-то время Это важно Это в наших общих интересах Я понимаю вас Сейчас, позвольте, я вам изложу некоторые аспекты той проблемы Разработкой, которой я занимаюсь Могу я вам что-то предложить? Принесите стакан яблочного сока Да, все, да Одну секунду Равна сумме кинетической энергии, ядра мишени и частицы в системе центра инерции Понимаете меня? Позвольте, так бы не физик Да, это было бы слишком хорошо Ну, как мы с вами будем работать? Очень просто Я буду передавать вам вопросы наших ученых А вы будете передавать мне свои ответы Это невозможно Невозможно? Почему? Информацию такого рода я могу передавать лишь тому, кто меня понимает Хотя бы в общих чертах Что же делать? Купите учебник в ведении физико-еда Изучите основы тогда Мы ей поговорим Через некоторое время он сказал Что теперь с вами можно иметь дело Можете представить себе А я был по счету такой похвалой Вот, а мне пришлось на студирование Этот учебник потратить не одну бессонную ночь Потому что это уже была для меня экстренная задача Последнее с тем, что я уже должен был делать А примечательно это то, что, смотрите В 40-м году, где-то в конце 40-го года пошла директива в центр для получения информации А уже в сентябре 41-го уже была первая Первый в истории разведки документ по проблематике атомного оружия Летом 1943 года Руководители США и Великобритании Подписали соглашение о совместной разработке атомного оружия Так родился проект Манхэттен Единственной целью манхэттенского проекта Было создание к лету 1945 года Действующей атомной бомбы В проекте задействовали более 130 тысяч человек Среди них ученые с мировым именем Энрику Ферми, Джон Фон Нейман, Роберт Оппенгеймер и многие другие Наши союзники по Второй мировой войне Вовсе не собирались делиться с Советским Союзом атомными секретами К тому времени стало ясно, что гитлеровская Германия и Япония войну проигрывают Против кого же на самом деле готовили атомное оружие К 1945 году было создано три бомбы Плутоневая штучка взорвана на полигоне Аламагорда в Юмексико Урановый малыш сброшено на Хиросиму И плутониевый толстяк сброшено на Нагасаки Политикам и ученым всего мира стало ясно Соединенные Штаты теперь ни с кем не считаются А главное, они способны применить ядерное оружие Как уж и говорилось, на очереди был Советский Союз Если первый план Таталити предполагал спросить 17 бомб на 20 советских городов То по плану СИЗЛ 1948 года удар наносился по 70 городам А количество бомб указывалось 133 Обо всех этих планах прекрасно знала советская разведка Каким-то удивительным чутьем Даром предвидения обладал руководитель научно-технической разведки Леонид Романович Квастников Который разослал оперативные телеграммы в резидентуры советской разведки С требованием не упускать из виду ядерные устремления США и Великобритании Еще в 1941 году началась уникальная операция Которая получила название Эннормас В переводе с английского нечто устрашающее огромное Огромное, как атомный взрыв Огромное, как работа, которая велась разведчиками Проект Манхэттен был покрыт непроницаемой завесой Так считали его руководители Но не советские разведчики Была создана мощнейшая разведывательная сеть Которая имела агентуру во всех слоях американского общества Вплоть до управления стратегических служб Было добыто 286 важнейших документов по технологиям атомного проекта На тот момент Квасникову едва исполнилось 36 лет Почти его ровесник, 40-летний ученый Игорь Васильевич Курчатов По личному приказу Сталина Возглавил в 43-м году лабораторию номер 2 По разработке советского атомного оружия Надо начинать Два слова и все А кто будет возглавлять? Сталина, кто? Курчатов Он говорит, я такого ученого не знаю А что, у вас нет солидных академиков Которые могли бы взяться за это дело? А Игорь говорит, что я не могу И я не смогу организовать И настойчиво продвинять эту проблему А вот Курчатов Я считаю, он мог бы После этого Сталина говорит Ну хорошо, то на вашу ответственность Пусть будет он Сегодня смело можно сказать Что человечеству несказанно повезло Судьба соединила пути двух гений Гения ученого И гения разведчика Одной из задач, которые стояли перед советскими учеными Была разработка конструкции оружия Для того, чтобы догнать США Ушедшие вперед в области ядерных технологий И установить варитет Было принято решение идти путем копирования Американских прототипов Полученных от советских различий При этом был ряд Был найден ряд новых решений Позволивших вдвое улучшить исходные параметры Американского образца Советский прототип атомной бомбы Получил название РДС-1 Он получился легче И мощнее Некоторые элементы системы Такие как баллистический корпус И электронная начинка Были свои Ученые-ядерщики вспоминают Что когда для исследований потребовалось много ртути Из всех аптек Советского Союза Исчезли градусы А вот в чем советские ученые Не испытывали недостатка Эта информация О том, что творится в секретных ядерных лабораториях США В каком направлении бьется мысль Американских разработчиков ядерного оружия Подробно До мелочей Сообщала наша разведка Представим себе Такую картину Лаборатория номер 2 Под руководством Игоря Васильевича Курчатова Это нынешний Курчатовский институт Уже который час заседает ученый совет Дискуссия заходит в тупик Курчатов объявляет перерыв И выходит в свой секретный кабинет Предлагаю нам Существует реакцию Думайте Думайте Со слов людей, которые хорошо знали Игоря Васильевича Когда он отрастил бороду Все его стали звать Борода А любимой его песенкой стала песня военных лет В исполнении Утесова Партизанская борода Точно Должно быть решение Ведь мы так близки к размеру Думай, борода Думай, помощь это ждать Ниоткуда Придумали Квастников Здравствуйте, Леонид Романович Хорошо же ты гостей встречаешь, Игорь Васильевич Чего-то повеселый Песни поешь, а всю секретную лабораторию Смотри Услышит твой концерт Прилетят зрители Под бомбежку свою арию заканчивать будешь Да я всегда пою, когда дело в тупик заходит Тупик это плохо Тупик это стенка Ну и что-то у тебя, Леонид Романович Ну ты чего, обиделся что ли А я тут тебе схему принес Какую схему? Ну, тут подробно сказано Как тупики стороной отходить нужно Откуда это у тебя? Ну это я Ты же всю бороденку баласку бы выдергивал Как старик-катавыч Вот тебе джинсы океанские прислал бумажки с секретными рисунками Опенгеймер Отец американской атомной бомбы Ой Так Так, ну Ну ты присаживайся, присаживайся пока Ну, хорошо А где мне присесть? Да, даже сесть мне куда Ну так Так, ну Так Ну, это я знал Об этом я давно догадался Ну, тут его тупик ждет Стоп Как это? Не может быть! Вот оно решение! Ой, прости, дорогой мой Леонид Романович Прости, дорогая моя разведка Ты не представляешь, какое чудо вы, разведчики, завершили Год! А то и два вы нам сэкономили А у нас ведь и минуты-то лишней нет Ну, да, я тебя расцелую Хочешь, всю мою бороденку по волоскам выдерни Не жалко Передай всем нашим товарищам там, за океаном Низкий поклон От всех нас От всей советской науки Спасибо! Пусть будут осторожны Вместе одно дело делает, дорогой Игорь Васильевич Ради дня сегодняшнего и великого будущего нашей Родины Какие люди! С ними мы сохраним мир во всем мире А еще к звездам на улице Как борода размечтался Впереди ведь еще так много работы Заходите, коллеги, есть решение Как? Попое решение? Решение? Все, конечно, было не так Или не совсем так Но было! Эти люди были первыми у истока Великих усилий великого народа В результате был создан ядерный щит Родины А стало быть, появились гарантии безопасности Всего живущего на планете Земля Только представьте В сентябре 1941 года Нашей разведкой были получены первые данные О ядерной проблематике А уже в августе 1949 года В Семипалатинске была испытана первая советская атомная бомба За 96 месяцев В условиях продолжающейся жесточайшей войны Разрухи, нехватки всего Материалов, ресурсов, квалифицированных кадров и много еще чего Была создана целая отрасль Отечественная атомная промышленность А тем, кто угрожал ядерным оружием Пришлось изменить свою политику Сегодня мы должны быть благодарны тем людям Которые спасли нашу страну Наше будущее от коричневой чему фашизму В 1941-1945 годах И тем, кто создал для нее ядерный щит Перед нами монумент Расположенный на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в московском районе Ясенева Он назван по девизу «Внешней разведки» Отечество, доблесть, честь В центре композиции Молодая семейная пара Которая была отобрана для службы в разведке Прошла подготовку И получила первое в жизни оперативное задание Перед фигурами располагается арка На ней эмблема службы На внешней стороне рельефы с изображением столиц Ведущих государств на разных континентах Ведь разведка работает по всему миру А перед лицом молодой пары Отлитые в бронзе Портреты наших легендарных разведчиков Звучат их имена Павел Фитин Николай Кузнецов Дмитрий Медведев Иосиф Григулевич Кирилл Орловский Алексей Батян Исхак Ахмеров Иван Агаянс Геворг Игуара Барданян Ким Филби Гай Бёрджус Дональд Маклей Энтони Блант Джон Кэрол Кросс Леонид Квасников Александр Феклисов Анатолий Яцков Владимир Барковский Леонтина и Морис Коэны Рудольф Абель Вильям Фишер Африка Делосерос Конан Молодый Джордж Блейк Алексей Козлов Юрий Дроздов Евгений Ким Виталий Нитыкса Владимир Лохов Виталий Нухкин Юрий Шевченко Михаил Восенков И многие другие АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сыночек, пора спать. Ложусь, мам. Сыночек, пора спать. Родина моя, Родина моя. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может она начинается С той песни, что пела нам мать. С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот. С той самой березки, что в опале, Под ветром склоняясь, растет. А может она начинается С весенней запевки спорца И с этой дороги проселочной, Которой не видно конца. Родина моя, Родина моя, Родина моя. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали? Со старой отцовской путеновки, Что где-то в шкафу мы нашли. А может она начинается Со стука вагонных колес И взгляд в которую в юности Ты ей в своем сердце принес. Родина моя, Родина моя, Родина моя, Родина моя. С чего начинается Родина? Товарищ Дерек, Сергей Евгеньевич, Возьмите меня в разведку. Честное слово, не подведу. Родина, поговорю волнуясь, Даль без края видим перед собой Наше детство, отрочество, юность И дорогу, ставшую судьбой. Я в Ростуке долго вспоминаю Небо синего и шум берез. Все, что через годы испытаний В своем сердце преданно пронес. Сегодня одна из главных задач ветеранов разведки Приведите, приведите им чувство искренней любви к Родине. Воспитать настоящих патриотов, Сильных, мужественных, отважных защитников Отечества. Дети – главное богатство страны. И разведчики делают все возможное, Чтобы сохранить для них мир и счастье. Пусть сердце наполнится радостью, Пусть счастьем, пусть песни поют Миллионы детей. Детство, детство, детство – это свет и радость, Детство, детство, детство – это красный разум, Детство, детство, детство – это я и ты. Детство, 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 детство – это я и ты. Детство, детство, детство – это я и ты. Детство, детство, детство – это я и ты. 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 Дети, детство – это я и ты. Дети, детство – это я и ты. Должны всегда дружить Должны всегда смеяться, дети И в мирном мире жить Должны смеяться, дети Должны смеяться, дети Должны смеяться, дети И в мирном мире жить Должны смеяться, дети Дождь не смеяться, дети, дождь не смеяться, дети, и в мирном мире жить. Дождь не смеяться, дети, дождь не смеяться, дети, и в мирном мире жить. Должны смеяться, дети, дождь не смеяться, дети, дождь не смеяться, дети, и в мирном мире жить. Должны смеяться, дети, дождь не смеяться, дети, и в мирном мире жить. Должны смеяться, дети, дождь не смеяться, дети, дождь не смеяться, дети, и в мирном мире жить. Стихотворение Константина Фролова-Крымского «Не будите русского медведя» Читает полковник запаса военной контрразведки ФСБ России Александр Новопаншин. Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги, Не будите русского медведя, пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править, есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется. Вы уже не раз его пинали, унижали, посыпали пылью, на березе русской распинали, Жгли огнем и в омуте топили. И когда уверенность в победе доводила вас до сладкой дрожи, Рык утробный русского медведя раздавался вдруг у вас в прихожей. Что ж вам, братцы, дома не сидится? Так и тянет, прилетев на запах, щедрую российскую землицу взять и отобрать у косолапых. Сколько лет мы слишком лукавой в вашей переполненной газете, Мол, какое мы имеем право на одну шестую часть планеты. Мы сюда пришли по Божьей воле, честь свою ничем не заморали, И не вам судить о нашей доле. Мы свои богатства не украли. Наши непреложные основы – паруса, полозья да подковы. Беринги, Хабаровы, Бежневы, Ермаки, Паярковы, Зайковы. Дамы, господа, сеньоры, леди, за черту ступая ненароком, Не дразните русского медведя. Вы его обманете стократно, в кабаке обчистите до нитки, Ведь у вас любая милость платна. Ваши боги – золотые слитки. Ваша правда – это правда силы. Ваша кредо – разделяй и властвуй. Вы привыкли восседать над пастлой, Неугодных одарив могилой. А вот русский в каждом видит брата, Не приемля скраденность и лживость. Для него все важнее правда, А всего дороже справедливость. Потому в огне любого пекла, Где никто другой не сможет выжить, Русский вдруг поднимется из пепла, Из трясины и болотной жижи. Выветрит угар кровавой битвы, В чистом роднике омоет очи, Пред иконами прочтет молитву, И придет к вам в дом однажды ночью. И пока вы свет не потушили, Спросит он, былое подытожив, Ты зачем пришел ко мне в Россию? Или я тебе чего-то должен? Вы поймете, что пришла расплата. А платить, как оказалось, нечем. Русский бы простил, наверное, брата, Только что не братому, а нечисть. И душонку, сжавшуюся в плоти, Теребя под хмурым взглядом гостя, Вы тысячекратно проклянете глупую идею Дранг на хвостом. Жаждущие новых территорий Для бейсбойлов, регби или гольфа, Прочитайте парочку историй Про Наполеона и Адольфа. Поумерьте пыл парадной меди, Отвечать за глупости придется. Не будите русского медведя, Может быть, глядишь и обойдется. Я думаю, что инициатива ветеранов Службы внешней разведки, Ветеранов военной контрразведки, О том, чтобы автор этих строк, Заслуженный артист Республики Крым, Константин Фролов-Крымский, Выступил с сольным концертом На главной площадке вооруженных сил. Спасибо. Спасибо. Дети земли Смотрят на нас И в тысячи глаз Любовью волны Ты лети, бумажный журавлик, Выше к солнцу в небо лети, Разноцветными крыльями людям Ты лети, бумажный журавлик, 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 Продолжение следует...